МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маслов Алексей Александрович, профессор, доктор исторических наук, академик Российской академии естественных наук, заведующий отделением Востоковедения Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, приглашенный профессор Нью-Йоркского университета, вице-президент Международной федерации Шаолинского УШУ, специалист в области духовных и политических традиций Восточной Азии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Друзья мои, я вас приветствую. Сегодня мы с вами на первом занятии поговорим об истоках устойчивости восточно-азиатской цивилизации. Вопрос не праздный, вопрос очень интересный, потому что если вы следите не только за научными публикациями, но и за разного рода публикациями в стиле журналистики, вы, наверное, обратили внимание, что рост Китая, быстрый экономический рост, политический рост, он вызывает не только восхищение, но и недоумение. Вопрос заключается в том, откуда это все берется. И есть масса объяснений, некоторые довольно разумные, некоторые, на мой взгляд, малоразумные. На этот вопрос, вопрос об устойчивости восточно-азиатской и, в частности, китайской цивилизации, нельзя отдать без понимания истории, истоков этой цивилизации. И вот как раз, чтобы разобраться, что сейчас происходит и что вообще будет происходить в дальнейшем, мы обратимся вглубь истории и посмотрим на несколько факторов, которые мы можем назвать, так сказать, ключами к восточно-азиатской и, в частности, китайской цивилизации. Почему я их идентифицирую, я скажу чуть попозже. Которые нам позволят предсказать, как в дальнейшем будет развиваться этот регион. То есть в данном случае нам помогут скорее, как ни странно, методы истории и археологии, нежели методы политологии и экономики. И поэтому сейчас обращаемся к самым истокам китайской цивилизации. У нас есть традиционная модель, которая в основном проповедуется китайскими историками, и она звучит в очень простом виде, что вся китайская цивилизация возникла 5000 лет назад. Что не совсем правда, и об этом чуть попозже. Но так или иначе мы должны согласиться с тем, что это древнейшая, или, по крайней мере, одна из древнейших цивилизаций, и по меньшей мере, по крайней мере, единственная ныне живущая древняя цивилизация. Она не самая древняя, если брать по поселениям. Конечно, можно назвать и Месопотамию, и Египет, и, в общем, развитие греческих городов-поселений. Но цивилизации вот те не сохранились. Они не дожили до сегодняшнего дня. И в этом есть действительно особая загадка, за счет чего китайская цивилизация, давшая начало восточно-азиатским цивилизациям, корейской, японской, региональным цивилизациям в этом регионе, почему все это дело сохранилось. Давайте представим, что сегодня китайцы пишут в целом теми же самыми иероглифами, что и писал Конфуций, и, в общем, до него, скажем, в VI веке до н.э. Кто из обычных современных людей, современных нам людей, скажем, в России, может спокойно прочитать берестяную грамоту? Ну, только единицы людей, которые прошли специальную подготовку. А ведь китайцы действительно читают Конфуция. Не могу сказать, что они все его понимают, но, по крайней мере, иероглифы, которыми написаны труды Конфуция, понятны современным китайцам. Итого прошло, обобщенно говоря, две с половиной тысячи лет. Письменный язык – это очень важная вещь. Он фиксирует нашу историческую память. И он в известной степени фиксирует наше восприятие и наше понимание того, что для нас есть история. И вот один из столпов китайской цивилизации в целом, на мой взгляд, это очень сильное ощущение исторической памяти. Для нас, для европейцев в целом, история – это особая драма. И если мы почитаем любой учебник или тем более популярную книгу по истории, по европейской истории, мы увидим, что это череда заговоров, убийств, сражений, великих людей, великих подлецов. То есть история – это драма. Именно поэтому исторический роман в целом – это один из популярных жанров. Что для Китая история? Китайская история, если мы посмотрим даже на современные китайские учебники, она описывается очень скучно. Вы не будете ее читать увлекательно. Это, по сути дела, выписки из трактатов различных периодов. Например, когда описывается древний китайский период, например, древность китайской династии Хань – это один из пиков взлета китайской цивилизации, закончившейся во II-III веках нашей эры. Или, например, взлет китайской средневековой цивилизации – эпоха Тан, эпоха Сун, эпоха поэта в живописи. Все то, что мы знаем визуально о Китае. Казалось бы, как интересно все это можно описать? Но мы поразительным образом в китайских трактатах видим скучные перечисления цитат, героев. Как бы ничего не происходит. Это просто выписки, приблизительно такие, как делает любой студент, когда готовится к лекции. Это тезисы. Тезисы об истории. Потому что в Китае история не носит драматический характер. История сама по себе для Китая, во-первых, не обязательно должна быть правдивой. Вот это один из парадоксов, потому что мы бьемся за историю. Мы бьемся за ее правдивость. И не случайно одна из крупнейших книг по истории, в предыдущей французской школе, названы бои за историю. Так вот, в Китае история должна лишь подтверждать древность цивилизации, а не фактологическую точность. И поэтому в одном и том же источнике можем встречать 3-4-5 взаимопротиворечащих тенденций, рассказов. Приведу всего лишь один пример. Пожалуй, один из самых известных примеров, о которых знает практически любой человек, это пример жизнеописания известного китайского философа, мистика Лао Цзи, которому приписывается трактат Дао Дэ Цзин. Что мы вообще, откуда мы о нем знаем? Мы знаем всего лишь из одного пассажа, по сути, это полторы странички книги китайского историка, которую он называет основателем китайской истории, Сэма Цзиня, книга первого века нашей эры. Сэма Цзинь записывал эти рассказы о Лао Цзи, если брать за основу мифологические даты жизни Лао Цзи, через, ну, по крайней мере, через 600 лет после его смерти. И вот на одной этой страничке, на полутора страницах, изложены как минимум 3 или 4 версии его жизни. То же самое мы можем прочитать о Конфуции, о любом великом китайском деятеле, сколько историй ходит, причем сведенных в одну, в один компедиум, про Цзинь Шихуанди, того императора, который, китайского императора, который закончил строительство Великой Китайской Стены, который якобы отличался, в общем, на самом деле, так и отличался страшной жестокостью, многие называли параноиком, и при этом массы китайских правителей считали его для себя примером. Почему? Вот здесь важный момент. Китайская история не только не должна быть точной, она и не должна быть нравственной. Вот это тоже для нас важный момент, поскольку в европейской истории мы все время переживаем ошибочность, кровь истории. Мы очень плохо относимся к диктаторам. А вот китайская история считает, что если человек вообще существовал в истории, ему вообще что-то удалось, это уже хорошо. Вот Цзинь Шихуанди. Это такой яркий пример человека, который сделал массу полезного для Китая, скажем так, ну, помимо Великой Китайской Стены, которую, на самом деле, он не строил, он закончил, он объединил куски уже существующих стен, он ввел единую систему меры весов, он ввел единую систему иероглифической письменности, потому что до этого в разных регионах Китая могли писать разными системами иероглифов. Но при этом он казнил своих родственников вплоть до седьмого колена, опять-таки, как рассказывает одна из апокрифических версий, оставил в живых лише своего сына, которому завещал трон, но сын оказался слаб, вероятно, из-за того, что на его глазах казнили всех родственников, и психически слаб, и вся династия закончилась на Втором Императоре. Во всех книгах популярных, и даже, в общем, мы можем увидеть это в исторических канонах, описывается, сколько людей погибло на строительстве Великой Китайской Стены. То есть, если мы посмотрим с точки зрения морализаторской истории, которой страдает Запад, ну, конечно, это жестокий тиран, убийца, паранойка и так далее. Но масса китайских императоров, последователей, вплоть до совсем не императора, но тем не менее харизматического лидера Китая, Мао Цзэдуна, все чистили себя под Синь Шихуанди. И, кстати говоря, когда начались выступления против Мао Цзэдуна в 70-х годах, Мао Цзэдун сам скончался в 1976 году, народ кричал, нам не нужно нового Синь Шихуанди. Почему? Что случается? Что с нравственностью происходит? История по-китайски безнравственна. Она хороша тем, что существует. Она доказывает древность китайской нации. И в этом один из столпов устойчивости Китая. Китай не переживает за ошибочность истории. Вдумайтесь в историю советского периода, не в саму историю, а в том, как они пишут. Каждый новый правитель делал массу ошибок. И вот это не только относится к русской и российской истории, это относится вообще к осмыслению истории и свое место в этой истории для европейского сознания. Именно европейское сознание приходит в конце концов к тому, что история может закончиться вообще. История цивилизации, история страны. Конец истории, известная вам книга. Еще более, наверное, известная, по крайней мере, по названию книга, закат Европы. В Китае не было написано книги закат Китая. Помыслить нельзя, чтобы китайец взял, написал книгу «Закат Китая». Какой закат? Ну, если только, кстати, эстетическое название «Закат», любоваться закатом. И второй момент, то, что эти, какая-нибудь из этих культур может быть более успешной в историческом плане, чем другая. То есть культура может умереть. Вот это гуманистическое приравнивание всех культур, то есть каждая культура, неважно, это культура аборигенов Австралии, китайцев, африканцев или европейцев, они все цены для истории в европейском сознании. Это, собственно, отсюда же и вытекает один из первейших принципов недискриминации по историческому и по этническому признаку. Вот в Азии и в Китае, прежде всего, не было этой идеи. И здесь мы переходим после приступа вот этой вот всегда успешной истории, которая живет в головах китайцев, ко второму столпу устойчивости. Это доминанта культуры, доминанта китайской культуры. Культура в Китае всегда осмыслялась скорее как энергетическое понятие, нежели как некое собрание ценностей, мыслей, созданных и пережитых человечеством. Вэньхуа. Это китайская культура. Иной культуры быть не может, вообще не может быть в мире. Сейчас я не говорю ни в коем случае про современных китайцев, тем более современных ученых, которые мыслят уже другими категориями. Мы сейчас говорим о традиционном взгляде на вещи. Культура сама по себе имеет сакральный исток. Она не принадлежит человеку. Это не то, что создано человеком. По-китайски вэнь – это письмена, письмена неба, которые были спущены по разным версиям, по-разному, на эту землю. Но человек эти письмена не всегда может воспринять. Небо говорит молча. Оно глаголит через другие каналы, нежели слова. Что? Человек должен переосмыслить. Человек должен перевоспринять эту культуру, то есть исказить ее для того, чтобы было понятно. И поэтому по-китайски понятие культуры вэнь-хуа – вэнь – это письмена, а хуа – это трансформация или изменение. Или сегодня вы откроете словарь, увидите слово вэнь-хуа, вы увидите, что это культура. А в первичном значении – это трансформация письмен. И вот здесь возникает понимание, вопрос о том, что трансформируется и зачем трансформируется. Во-первых, не каждый человек может воспринимать голос неба и письмена неба. Для этого в Китае всегда был некий персонаж, который в конечном счете стал императором, а в начальном плане он был шаманом, медиумом, то есть тем человеком, который воспринимал некую волю неба. Он был единственным или, по крайней мере, одним из немногих, кто мог в архаическом Китае воспринимать вот эти посылы, которые идут с неба. И потом он их объяснял или преломлял, он их трансформировал в обычный понятный человеческий язык. Одной из форм трансформации являются иероглифы. Отсюда же иероглиф – это не просто запись текста или запись понятий. Иероглиф – это запись воли неба. В этом смысле иероглиф имеет сакральный смысл. Кто, кто хочет понять культуру, вот в этом плане, как волю неба, должен приехать в Китай, приобщиться к Китаю, присылать своих послов в Китай. То есть быть рядом с тем, кто воспринимает волю неба. В древности это формализовалось довольно, как ни странно, примитивным образом, но довольно понятным. Считается, по крайней мере, есть такие предположения, что в древности правитель Китая или правитель какой-то территории, он сидел наверху пирамидального сооружения, построенного уступами, как, например, пирамида Джосера в Египте, масштабами такими. Вот этот человек, правитель, сидел наверху, который, собственно, он и воспринимал волю неба. Чуть ниже сидели правители четырех сторон света, его князья, у которого все это шло еще ниже, потом еще ниже, еще, и в конце концов у этого такого символического трона стояла чернь, которая в конечном счете до нее долетали остатки культуры. Для того, чтобы понять, что вообще происходит и что от нас хочет небо, надо прийти к этому трону. И этот символизм восприятия культуры через приближение к Китаю, к территории Китая, к китайскому императору, он сохранился в культуре повсеместно. Хорошо известно, что в Китае небо изображалось в виде круга, земля в виде квадрата. Квадрат вписывается в круг, так сказать, неполным образом. Если мы представим, как он вписывается, остаются незанятые области. В квадрате остаются незанятые области, поскольку небо таким кругом проецируется на землю, а вот в квадрате остаются незанятые области по углам, где живут варвары. Самые разные варвары. Если они хотят понять эту китайскую культуру, им надо прийти в центр Р-круга, присылать своих послов, например. Изучить китайский язык, изучить стиль китайского мышления и китайской жизни. И в этом плане, обратите внимание, совсем иное понимание культуры, иной культуры, нежели китайской, нет. И в этом плане она сакральна и неразрушима. Китай может быть в какой-то аппроксимации, может быть разрушен, может быть социальные дисбалансы, и китайский император даже может погибнуть. Но культура неразрушима, потому что она сакральна. Как сказал Блок совсем по другому поводу, культуру убить нельзя. Вот это и есть особенность восприятия доминанта китайской культуры. И поэтому, когда любые иностранные вещи приходят в Китай, достижения техники или, например, философия, как это случилось, например, в XIX веке в Китае, когда туда в массовом порядке приходят западные достижения, Китай с радостью это в себя вобрал. Но он не трансформировался, он не изменился. И в этом плане в Китай всегда приходила масса иностранных достижений, самых разных. Иностранные в данном случае мы понимаем и азиатские, например, вместе с приходом арабов. Китай был открытой страной, в отличие от того, что о нем иногда пишут, там, страна за великой стеной. В Китае при императорском дворе в Средневековье было масса иностранных гостей, послов. Сам Китай при этом никаких послов никуда не посылал. Если мы посмотрим на фигурки 7-8-9 веков нашей эры, глиняные фигурки, которые найдены на раскопках центральных китайских городов, центральных для того времени, город Лаян, город Кайфэн, располагающийся вдоль реки Хуанхэ, мы увидим там массу не китайских лиц. Ну, называемых среднеазиатскими и даже европейскими. Люди с большими носами, такие обрюзгшие, вот как китайцы когда-то представляли, не китайцев. Немножко утрированные, не очень красивые, но в любом случае явно не китайцы. И вот эти люди приносили массу вещей полезных для Китая. Например, знаменитые китайские танцы, которые сегодня Китай активно демонстрирует, когда девушки в легких шелковых нарядах, с длинными рукавами, плавно танцуют, поднимают руки, этот шелк колышется, все это безумно красиво. Это арабские танцы, которые пришли вместе с приходом арабов в Китай. Но только специалист в Китае знает, что это танцы не китайские, а арабские. Китай абсорбировал эту культуру. Так же, как и массу других вещей, и арабские персидские достижения в математике, в астрономии, Китай всегда все всасывал. И вот это второй, еще раз компонент повторю, это особый характер доминирующего переживания китайской культуры. Из него же выходит третий компонент. Сразу говорю, что я не претендую, что я перечислю все компоненты, которые могут быть, я лишь покажу те, которые для меня кажутся наиболее важными. Вот третий компонент, он, с одной стороны, практически всем, даже обывателям, хорошо известен и понятен, точнее, известен, но не понятен даже специалистам. Сейчас мы отвлечемся на секунду от культуры и вспомним вообще о современной ситуации в Китае. У нас есть официальная версия китайская, что в Китае сегодня проживают более 50, обычно называют 56 национальных меньшинств, и ханьцы, это самая большая этность в Китае, это те, кого мы, собственно, называем китайцами. По последним подсчетам, опять-таки, это официальные данные, их около, чуть больше 91%. И в этом плане Китай может официально считаться моноэтнической страной. И многие говорят, ну, видите, в Китае же что-то Китай. Китай – это китайцы. И в этом плане, что же ему тут разваливаться, поскольку единая нация. Но вспомните довольно забавную вещь. Если вы прилетаете в Пекин, в Пекине говорят на одном языке. Если вы приезжаете в Шанхай, в Шанхай говорят на другом языке. Иероглифы те же самые, но язык другой. Он вообще другой язык, не диалект. И если вы его специально не учили, вы не сможете нам говорить. Если вы из Шанхая переезжаете на юг Китая, в Гуанчжоу, в Гонконг, там третий язык. Если вы переезжаете в провинцию Фудзянь, это та, которая находится напротив Японии и напротив Тайваня, там четвертый язык. Но вопрос, как называется этот язык, вам скажут, это китайский язык. И у нас возникает когнитивный диссонанс. Потому что мы, например, привыкли, если я лечу в город Владивосток или в город Тверь, я точно знаю, что русский язык в Владивостоке точно такой же, как в Москве. А вот теперь представьте, что в Китае такого нет. И китайцы все это называют диалектами. Но это тоже, диалект это совсем другая вещь. И здесь мы сейчас не будем углубляться в филологические тонкости, но диалект это другое. Речь идет о разных языках. И сегодня филологи, разные филологические школы, насчитывают от 9 до 12 разных языков на территории Китая. И все они именуются китайским языком. Но если мы пойдем глубже в эту мысль о разных языках на территории Китая, и отсутствии единого языка, мы должны признать еще одну очень интересную вещь. Это значит, что в Китае, если мы видим разные группы людей, говорят на разных языках, сейчас даже в сторону отставим диалекты, значит, речь идет о сохранении разных этносов на территории Китая, все из которых, все которые называются китайцами. И это значит, что процесс этнообразования на территории Китая не завершился. Мы предполагаем, что этнос и люди, принадлежащие к единому этносу, они говорят на одном языке, у них есть единство происхождения, единство традиций, единство территорий и так далее, и так далее. Но если мы даже посмотрим на традиции, сейчас не углубляясь в каждую из традиций, мы видим, что у этих людей, скажем, в Шанхае, на севере Китая, на юге Китая, разные традиции, разные похоронные обряды, свадебные обряды, разная система празднования, праздников и так далее. Это разные этносы, которые были склеены особым образом между собой. Более того, я предполагаю, что если бы не целый ряд событий, связанных со сменой династии в Китае, скажем, в XVI веке, в XVII веке, сегодня бы, возможно, на карте не было бы Бирмы, Вьетнама, Лаоса, китайская культура пошла бы еще южнее. И вы на территории Южного Китая сегодня можете встретить людей, это в горных местностях, такие, как эта провинция Юньнань, прекрасная, чудесная провинция, очень красивая, очень живописная. Вот там у нас живет целый ряд этносов, многие из которых называют себя ханьцами, то есть китайцами, но при этом они в основном говорят на двух языках, на северном диалекте, на котором говорит телевидение и радио, и на местных языках, которые являются, по свое дело, берманским языком. Они берманцы, потому что до Бирмы там можно в прямом смысле дойти пешком. Перевалив через горный перевал. Но в Бирме живут берманцы, а в Китае живут те же самые люди, китайцы. Да, здесь, можно сказать, вступает в силу еще один очень важный принцип этноса, это самоопределение, самоидентичность, кем сам себя человек считает. Но здесь, вот сейчас, чтобы... Вот этот парадокс, он замечаем на бытовом буквально уровне. Но мы сейчас посмотрим вглубь истории и увидим еще один важный момент. Этнических противоречий в Китае нет. Конечно, шанхайцы и пекинцы друг друга не любят. Но не любят не в плане, как разные этносы, а в плане того, что шанхайцев все считают ловкими предпринимателями, богатейми и так далее, пекинцев считают бездельниками, которые... Ну, это такие вот... Это стереотипы, что ли. Это не этнические противоречия. Если мы посмотрим, откуда все это взялось и почему, как ни странно, вот эта ситуация приводит к устойчивости, а не к дисбалансам. Мы должны вспомнить несколько интересных вещей. В Китае... Один из парадоксов заключается в том, что действительно в Китае китайская, нынешняя, нынешняя китайская цивилизация развивалась из разных центров. Китайские археологи долгое время, практически до 70-х годов, утверждали, что был один центр. Это все описывалось в учебниках. Центр на Хуанхэ, в районе города Аньяна, в районе города Джэнчжо. Джэнчжо – это нынешняя столица провинции Хэнань, такой центральной провинции Китая. Там, собственно, и зародилась китайская цивилизация. Оттуда она пошла расширяться. Она захватывала разные пространства, экспортировала культуру свою. И хотя люди жили и в других местах, они так или иначе оказались под воздействием этой цивилизации. Они восприняли ее. И в этом плане, поскольку цивилизация выходила из единого центра, в конечном счете, через несколько столетий, это и стала единая цивилизация, пошедшая из единого центра. Это утверждение скорее политического, нежели исторического характера. Потому что, по крайней мере, это утверждает, что китайская нация едина. Ну, исторически так можно доказать. Но если мы посмотрим на современные раскопки и на современные исследования, в том числе материалов, которые были найдены вообще на протяжении всего 20 века, мы увидим, что ситуация была значительно сложнее. Параллельно на территории Китая, нынешнего Китая, существовало как минимум более 20 самых разных культурных центров, которые развивались одновременно и которые обладали то, что называется самостоятельными культурами. Они смешивались, они занимались обменом. Но если мы посмотрим все третье и четвертое, третье, второе тысячелетие до нашей эры, вот этот период, этот период существования на территории Китая многих центров, собственно, которые говорили, упрощенно рассуждая, на разных языках. И вот эти центры обменивались между собой, до сих пор идут споры, чем они занимались. Были это просто, скажем, города, как ритуальные центры, вокруг них были поселения крестьянства. Или это были настоящие города, где были и административные органы, и ритуальные, и ремесленники жили. Много есть концепций, но так или иначе, сегодня, например, находят довольно интересное подтверждение тому, что города не были закрытыми поселениями, в том плане, что крепостной вал был, но это не были в том плане крепости, которые, как в европейском Средневековье, поднимали мост, запирали город, и уже туда не прорвешься. Нет, эти города были открытыми, обменивались между собой и товарами, и ремесленными достижениями, и города возникали прежде всего на местах, на тех местах, где можно было добывать два очень важных элемента для китайской культуры. Это глину, особый тип глины, из которой можно было делать сосуды, прежде всего, ритуального толка, и бронзу, поскольку бронзовый комплекс Китая на протяжении китайской древности это важнейший комплекс ритуально-сакральный. И вот города стремились вот к этим центрам, где можно было добывать эти две вещи. Таким образом, по сути, за счет обмена абсолютного слияния культур не происходило. Оно и не произошло сейчас, как мы видим, глядя на разные языки. К чему это привело? Это привело, как ни странно, к размытию и толерантности понятия китайской культуры. Поскольку, строго говоря, единой китайской культуры нет, хотя есть общие черты, Китай безболезненно воспринимает любую интервенцию внутрь своей культуры. Воспринимает настолько, что втягивает ее в себя без особого сопротивления. И в этом плане хорошим примером является судьба всех северных народов, так называемых северных варваров, которые жили по северным рубежам Китая. Иногда представляется на таком обиходном уровне, что это были какие-то маленькие дикие народы, которые нападали на Китай, а Китай за великой кистиной отсиживался и их в контратаковалах. На самом деле нет, это были большие народы со своими государствами, протогосударствами. Здесь достаточно вспомнить знаменитых Сюнну, которые после долгих трансформаций стали гуннами. И которые сумели основать в разные периоды, вплоть до 12 века нашей эры, государства на территории нынешнего Китая. И которые побеждали Китай неоднократно. И где сейчас Сюну? Кто из нас видел хотя бы одного живого гуна на... Никто. Не надо нападать на Китай. Если мы посмотрим на целый ряд вообще на все протяжение китайской истории, мы с удивлением увидим, что едва ли не половину китайской истории в Китае провели не китайцы, не ханьцы. Китай был все время кем-то захвачен. Ну, монгольское завывание Китая хорошо известно и хорошо описано. Менее известно, кроме специалистов, например, то, что после долгого периода развала Китая, китайской древности, обычно мы заканчиваем ее на 2-3 веке нашей эры, вот потом наступает долгий период противоборства в разных царствах. Китай распадается на маленькие государства. Потом начинается объединение и вот 5-6 века, 7 века это взлет китайского единства. И тогда возникает три великих династии. Суй, Тан и Сун, которые идут друг за другом. Государство Суй и государство Тан, их руководителями, их правителями были не китайцы. Государства были китайскими, культура была китайская. А правитель великой китайской династии Тан, которая, собственно, и дала тот пласт китайской культуры, который мы изучаем до сих пор, которым восхищаемся до сих пор, отчаянной церемонией до китайской поэзии и живописи, вот они были выходцами, скорее всего, из тюркоязычных народов. И сейчас очень сложно говорить, на каком языке они говорили, но писали-то они на китайском языке. Таким образом, оказывается, что китайская культура была невосприимчива вот к этим завоеваниям. Она все втягивала, все абсорбировала. И китайская культура сегодня это как раз микс, смесь из очень многих культур, которые так иначе приходили в Китай. И вот поэтому переживания за свою национальную судьбу в Китае практически отсутствуют. Единственный раз, когда действительно по национальному самолюбию в Китае был нанесен урон, когда в Китае в середине 19 века приходят европейцы, американцы, британцы, прежде всего, французы, испанцы, кстати говоря, русские. И вот тогда возникает действительно очень серьезный удар по национальному самолюбию, потому что до этого приходили азиаты, свои дикие, а сейчас приходят европейцы. И вот тогда как раз, именно тогда, когда приходят люди иной культуры, вот тогда зарождается то, что мы называем китайский национализм, как реакция на то, что происходит. Дальше последнее, что в плане еще одного столпа китайской, устойчивости китайской цивилизации я хотел бы назвать, это особая роль религиозной традиции. Казалось бы, ее надо было вынести в начало. Религия всегда определяет облик культуры. Но здесь как раз особый религиозно-духовный климат, который сложился в Китае, он скорее является вторичным относительно тех первичных процессов, которые там существовали. Просто назову несколько очень важных пунктов. В Китае не возникло никакой пирамидальной структуры религии. То есть, когда есть главный патриарх, например, главный буддист, или главный даос, или главный конфуцианец, которым всеми управляет. В Китае возникла другая культура. Культура, базирующаяся на личном переживании мистической действительности. И для этого нужен учитель, а не патриарх. Личный учитель, имеется в виду. В Китае никогда религиозные лидеры, в отличие от европейских стран, не становились на уровень императора. И в целый ряд династий вообще выходцев из числа, назовем их так, священниками или монахами, хотя про священнического сословия в чистом виде в Китае не было, их не брали на государственную службу. Почему? Государство в сакральном плане выше любой религиозной традиции. Государство сакральнее, чем религия. Патриарх не может быть частью управленческого аппарата, потому что он ничто по сравнению с силой императора. И в этом плане религия была вторична относительно сакральности самой по себе символики китайской власти. Из-за этого мы видим целый ряд дериватов того, что происходит из этой мысли. Например, то, что монастыри всегда учреждались государством и содержались государством и закрывались государством. И монахов принимали, скажем так, в монахи чиновники, а не только сами священники, что вообще казалось бы дикостью. И самое главное, что благодаря этому в Китае не было никогда религиозных войн. Вот это еще один из истоков, очень важных истоков китайской устойчивости. Отсутствие религиозных контрадикций, потому что строго говоря, в Китае все есть сектанство. Вот этот парадокс, чем, например, в буддизме чем больше сект, тем лучше буддизм. И эти секты могут различаться друг от друга по-разному. Кто-то кланяется, поднимая руки над головой, кто-то складывая на груди, но все они буддисты. А некоторые буддисты не читали своих канонов. Вообще, я таких много раз встречал, и они тоже буддисты. Почему? Роль учителя важнее, чем роль буддизма вообще. Но роль государства важнее, чем роль любой религии. И вот здесь, как раз подводя черту по тем, о чем мы говорили, мы видим несколько компонентов, далеко не всех компонентов, которые вместе дают вот эту историческую устойчивость. Принцип историзма, мышления, принцип этнической всеприемлемости, принцип отсутствия религиозных противоречий. Есть масса еще вещей. Это принцип воспитания чиновников, свобода мысли частичная, которая была в Китае, и так далее, и так далее. И вот чтобы понять, почему Китай вдруг резко так рванул вверх 20 лет назад, надо понять, что он никогда внизу и не находился. Он всегда был экономически и политически великой стороной. Просто на какой-то момент он упал ниже определенной планки. И сегодня Китай просто возвращает себе те позиции, которые когда-то утратил. И вот за счет своего сознания, общекитайского сознания, конечно, он обладает фантастической степенью устойчивости, с которой всем нам придется сталкиваться и в историческом, и в экономическом, и в политическом плане. Спасибо большое. Ребекка Егор, уважаемый Алексей Александрович, очень интересует такой вопрос. Когда вы жили и работали в Китае, очень интересно было бы узнать ваше мнение как очевидца об отношении в современном Китае к нашей русской культуре. Вот как они именно относятся к нашей культуре сейчас. К великому счастью, мне пришлось жить в Китае в разных плоскостях, то есть и вполне официальных городах, таких как Пекин, Шанхай, и в китайских деревнях совсем неофициальных и даже в буддийских и даотских монастырях я провел какое-то время. И поэтому, говоря социологическим языком, выборка может быть относительно репрезентативной. Я могу сказать откровенно, не в качестве пропаганды, что если брать вообще в общем отношение вообще к иностранцам в целом, пожалуй, к России и к русским самое лучшее отношение на бытовом уровне. Нельзя сказать, что Россию именно любят. К России хорошо относятся. Это правда. И здесь есть как бы исторические прецеденты, потому что, хотя с одной стороны Китай нередко обвиняла Россию в том, что она участвовала в разделе Китая в 19 веке, но при этом Россия была одной из тех стран, которая настояла на том, чтобы Китай не был превращен в полную колонию и так далее. Но здесь надо различать отношение к россиянам и к русским на бытовом уровне, которое действительно хорошее, от отношения к России как к деловым партнерам. Вот как деловым партнерам россияне, конечно, ценятся значительно ниже, чем американцы, англичане и японцы. И хотя англичан и японцев больше всех не любят с точки зрения личной, но они самые надежные считаются партнеры. Вячеслав, Московский государственный областный университет, естественный экологический факультет. Чем и как можно объяснить утверждение жителей современного Тайваня, китайского Тампея, что именно они и являются настоящими истинными китайцами, а все то, что мы привыкли называть Китаем, это и есть обычный красный Китай, то бишь коммунистический. Спасибо. Я бы здесь разделил два момента. Первый момент это чисто исторический момент. Дело в том, что часть жителей Тайваня в целом являются выходцами из особой категории, особой страты китайского общества, которые называют себя хакка, то есть пришлые. Это долгая история, откуда они пришли и кто они такие, но хакка, которые есть чего не в Китае, на Юге Китая их полным-полно в США, они вообще считают себя теми изначальными китайцами, которые когда-то жили в центре Китая, в географическом центре Китая и которых оттуда вытеснили в том числе и северные народы. И поэтому они считают свой язык, свои традиции, свое представление о мире первичными, а все остальные не китайцы. Это вот, скажем, этнический аспект. Но есть политический аспект. Политический аспект действительно заключается в том, что с тайваньской точки зрения в 49-м году произошел переворот. Была абсолютно легитимная республика Китай. Был переворот в 49-м году с тайваньской точки зрения и 1 октября была 49-го года основана Китайская Народная Республика во главе тогда с Мао Цзэдуном. И в этом плане Тайвань рассматривает это исключение как переворот. Но вот как ни странно, если посмотреть опять-таки с точки зрения китайских обывателей на Тайване, мы должны признаться, что все меньше и меньше сторонников вот этого резкого противостояния, потому что здесь культура, единая культура начинает превалировать над политическими амбициями. И это не значит, что завтра вдруг Тайвань проголосует за вступление в Китай. Хотя есть, кстати говоря, и такие сторонники такой идеи. Вопрос заключается в том, что культурные связи сейчас настолько широко развиваются, что в конечном счете действительно единая культура она сыграет свою роль. И мы это должны ожидать. А вот при этом я многократно встречал в Китае разные этнические группы, самые разные на территории КНР, которые все утверждают, что именно они являются настоящими китайцами. Это говорят и шанхайцы, и хэбэйцы и так далее. Но тем не менее именно китайские династии, они свой путь закончили именно в Тайване. То есть до переворот 49-го года. Более того, я вам больше скажу, строго говоря, именно Китайская Республика в Агалае Щенкайши была одним из учредителей Организации Объединенных Наций. Вообще-то. И до 72-го года именно представитель Тайваня сидел в ООН в Совете Безопасности. Или уж на то пошло. Да, все правильно. Но здесь есть другая это Китайская трактовка. А вот я пошел с трактовки более-менее с точки зрения трактовки более объективной. Династии вообще всегда в Китае менялись. И Китай иногда из-за смены династии раскалывался на 2-3 компоненты. Какая из них наиболее правильная? В общем, они все были правильные. Многодинастия в Китае была всегда. Знаменитый период Троецарствия, например, не говоря уже восьмецарствий, там был двенадцатый царствий и так далее. Сегодня мы видим двоецарствия. Это еще один исторический период развития Китая. Как раз здесь все идет по принципу историзма. Спасибо.